Всем привет! В эфире Универ Ньюса. В студии я, Диана Шилова. Все самые свежие и актуальные новости ты увидишь прямо сейчас. Итак, сегодня в выпуске. Дорожная карта развития. 28 июня состоялась защита дорожной карты Инженерного института Казанского федерального университета. В начале Шадга Фуров отметил, что всем институтам необходимо участвовать в госпрограммах-грантах. Целесообразность обсуждалась в подаче совместных заявок на участие в различных федеральных целевых программах. И поэтому надо интенсифицировать эту работу. Тем более, участие в последних грантах показывает, что от них мы не особо проходим. Защита стратегического документа традиционно стоит из трех частей. Это отчеты о проделанной работе, представления непосредственно стратегии на предстоящий период, а также сверху внешних показателей эффективной деятельности. Инженерное направление представлено, получается, 15% от всего общего контингента Казанского федерального университета. Разделение в КФУ столько и 15% составляет инженерное образование. Образовательная деятельность у нас построена по принципу, как мы сделали по педагогическому образованию, предложенной в свое время и Шатравкасе, где распределенная система инженерного образования под курацией инженерного института. Стоит отметить, что внутри университета инженерный институт занимает достаточно неплохую позицию. Но особую тревогу вызывает низкий уровень привлечения денежных средств, особенно в сравнении с первоначальными инвестициями, и низкое качество журналов, выбранных для публикаций. Если убрать бюджетную составляющую, то объем средств, полученных за счет выполнения НИР и ОКР, всего 1,9, при планируемых 28. То есть это все-таки с учетом тех вложений, оно кажется самым проблемным. Несмотря на много меньшую численность сотрудников, 25 против 231, показатели публикации и цитирований практически близки к МГТУ имени Баумана. Но при этом они попали в предметный рейтинг, а нас нет. Это связано с тем, что у нас публикации не сфокусированы. Стоимость обучения на 2017-2018 год в инженерном институте составляет 170 тысяч рублей. Это большая сумма, и институту следует приложить дополнительные усилия для привлечения абитуриентов. Если мы говорим о разработчиках, о том, что было показано разработчикам в формате будущей профессии, то каждый должен получить компетенцию. Разработчик должен быть программного обеспечения, разработчик навигации, разработчик железа. То есть мы должны составить бакалаврские программы для них. При этом мы должны понимать, что базовая часть у всех трех бакалаврских программ должна быть одинаковой с тем, чтобы минимизовать затраты по лаборатории. Предложенная инженерным институтом стратегия требует серьезной доработки, в частности пошагового формулирования этапов для достижения цели университета, а потому не была принята. Теперь коллективу института предстоит провести серьезную работу над ошибками и представить новую редакцию дорожной карты. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Казанский федеральный посетили представителей компании «Русанфарм» в рамках проекта «Фармаполис» Республики Татарстан. Как это было, тебе расскажет Елизавета Евчефеева. Казанский федеральный университет является перспективной площадкой для реализации новых разработок совместных проектов в любой сфере. Так, 28 июня состоялась встреча с директором Национального научно-исследовательского института общественного здоровья РАМ и представителями компании «Русанфарм». Сфера деятельности компании охватывает области, связанные с разработкой исследованиями и производством выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств, предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной медицинской помощи. «Есть отдельные части, очень хорошие, но не хватает этого связывания с веном. И второе, чтобы люди развивали импортозамещение или новая форма лекарства, которая нуждается для работы». Одной из главных целей визита стало подписание соглашения по созданию новой лаборатории на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФО. «Есть мы с нашей стороны тоже соглашаем сотрудничество. Мы говорим о создании совместной лаборатории института фундаментальной медицины и мониторинг факторов риска общественного здоровья. Она была ориентирована на исследования геомедицинские, статистические разработки методологии этих исследований, потому что вопросы, связанные с обработкой больших данных, они сегодня, медицинских данных, геомедицинских данных, идут сегодня на стыке вот как раз нескольких специальностей». В дальнейшем же планируется создать целый медицинский центр, но пока не решены ряд вопросов. Лизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универа Ньюс. Исследователи КФУ получили данные об уникальном свойствах растительного фермента фицина, выделяемого из латекса некоторых видов фигового дерева. Как действуют ферменты и какие положительные результаты можно ждать от эксперимента, узнавала Орелия Сташкова. Ученые Института фундаментальной медицины биологии КФУ получили данные о редком свойстве растительного фермента фицина, выделяемого из латекса некоторых видов фигового дерева, и способного разрушать стафилококковые биопленки, которые образуются на поверхностях ран и замедляют их заживление. Результаты исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports. Вот предварительные эксперименты на крысе показали, что действительно фермент так же, как родственное, заживляет хорошо раны, но еще плюс, оказывается, он хорошо разрушает бактериальное обрастание из стафилококков, которые являются одной из причин того, что раны поверхности на коже заживают очень медленно. Ученые использовали фермент фицин при обработке биопленки, образованный клетками стафилокока, который является одним из основных препятствий заживления ран, замедляя проникновение антибиотиков. Резонируем его именно для того, чтобы использовать в комбинации с антибиотиками, для того, чтобы повышать их эффект. Значит, если мы будем разрушать вот этот слой биопленки стафилококковой, клетки становятся более доступны для антибиотиков, и эффективность их, конечно, повышает. В планах исследователей довести работу до клинической стадии. В настоящее время действие официна проверяется на модели повреждения кожи у крыс. Аурелия Сташкова, Лев Халиулин, Универньюз. Выпускники IT-лице отметили одно из самых запоминающих событий в жизни каждого человека. Нашей съемочной группе удалось узнать, чем навсегда запомнится выпускной вечер воспитанникам университета. Самыми важными и интересными подробностями прошедшего торжества вас познакомит Аделя Шамилова. Это важнейший пробежок нашей жизни. Выпускной. Особый момент в жизни каждого ученика, преподавателя и родителя. Пройден тернистый путь. Настало время новых решений, трудностей и побед. 28 июня почетное звание выпускника получили учащиеся IT-лицея КФУ. Открыл торжественную часть долгожданного мероприятия первый проректор Казанского федерального. Его приветственное слово запомнилось выпускникам и гостям лицея особой теплотой и искренностью. Я думаю, действительно, останется это навсегда в памяти. И в то же время радостный праздник, потому что сегодня они выходят в большую самостоятельную жизнь. А далее директор IT-лицея отметил, что за годы обучения выпускниками достигнуты весьма серьезные результаты участия в Олимпиадах различного уровня и не только. Я хочу вас познакомить с результатами государственной актестации. Наверное, вам интересно, как закончились экзамены. У вас они выше тех, которые были у нас в прошлом году. То есть это очень серьезные результаты. Большое вам за это спасибо. Сами же ребята переполнены заметным волнением. Почти каждый из них провел много времени не только в лицее, но и в стенах Альма-Матер. И прощаться с Казанским федеральным ребята не намерены. Как нам удалось выяснить, выпускники IT-лицея подают документы в Казанский федеральный университет в своем большинстве на направлении точных наук. Я собираюсь поступать в Казанский федеральный университет, скорее всего, на инженерный факультет. Мне интересно заниматься физикой. Поступал я в IT-лицея как раз с такой мыслью о том, что здесь из меня подготовят хорошего IT-специалиста, абитуриента. Столь знаменательный день всегда похож на сказку. Яркие и трогательные, и главные герои здесь – выпускники. Самые яркие и счастливые. Именно сейчас ребята попрощались с родным лицеем и уже готовы сделать первые шаги в новую для них взрослую жизнь. Дело осталось за малым – принять все поздравления и первый рассвет. Аделя Шамилова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следи за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok